Субтитры создавал DimaTorzok Что, все еще не услышали? Да как что? Ностальгию! Самое мощное чувство на Земле, которое и по сей день очень хорошо продается. Таким образом, смотрите. Немного истории. Nintendo Entertainment System в Америке, Famicom в Японии и Dendy в России взяли мир штурмом в конце 80-х. И сильнее всего снесло головы, сдвинуло фазы и сорвало крыши именно в Америке. Там долгое время существовал так называемый культ Nintendo. И большинство американских детей было возвращено на 8-битных мелодиях. В России такого культа не было. Товар-то особенно в нашем крае был в дефиците страшно дорогим. Первый раз зашли и увидели красивые игры, очень красивые картриджи. И как вы думаете, мечта-то ваша сбудется когда-нибудь или нет? Я сомневаюсь. Почему? Ну это очень дорого. Приставки Dendy нам поставляли из Китая, где собирали аналог японской. По мощности до оригинала она не дотягивала, а потому игры работали медленнее, чем должны. Китай и по сей день делает приставки со старыми играми и картриджи. Спрос на ностальгию достаточно высок. Создают его таким, как, например, Максим. Он до сих пор с теплотой вспоминает, как проводил бессонные ночи на сложнейшей игрой, где нельзя сохраниться и где пиксели едва ли были похожи на то, на что должны были. Во-первых, это был дефицит. То есть не было такого, что ты приходишь в магазин, у тебя там 150 этих игр, ты выбираешь, какую купить. Как правило, в семье было 2-3 игры, и дальше мы просто обменивались. Потому что поэтому каждая игра это была на вес золота, ты обменялся, у тебя есть там сутки, допустим, наиграться вдоволь, и потом ты должен ее отдать. Сейчас уже, к счастью, все это проще. Вот можно взять, допустим, приставочки, в которых все эти игры есть, и ты спокойно уже в свое удовольствие играешь. Своё детское увлечение Максим не бросил. Когда вырос и открыл кофейню, то оборудовал в ней игровой ретро-уголок. Начнем с того, что японский Famicom появился на рынке как раз в самый разгар игрового кризиса 80-х. А это самый увлеченный в стране ретро-консольщик Николай Пиксельдевил-Губанов. Обладатель, пожалуй, самой крупной личной коллекции старых игр в России. Известный обзорщик, чей канал на Ютюбе насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Но, тем не менее, Николай согласился дать комментарий для нашей программы. Раньше подход к созданию игр был совсем другой. То есть у тебя есть какая-нибудь консоль 8-битная или 16-битная. И создание игры у тебя уже шло от ограничения этой консоли. Сколько она цветов может показать, какое у нее разрешение картинки, какой звук она может воспроизвести. И вот это искусство, оно было гораздо сложнее, на мой взгляд, подогнать свою игру, чтобы она вот на этой вот слабенькой железочке запустилась. И вот тогда люди, как бы, у них был стимул стараться, что ли. А сейчас ты сделал там что-нибудь на коленке и выпустил где угодно при наличии денег и душа ушла. Одним из основных видов электронных развлечений в 90-е были не только видеоприставки, но и сидит. Вася, Вася, тебе 29 лет, я до сих пор смывать с собой не научился. Все приходится делать за него. Я вас обманул. Это непомогучие, это яйцо. Виртуальный питомец, который вылупляется из яйца, ест, делает кучи и умирает в тот самый момент, когда ты спал и физически не мог поставить ему эту прививку. Именно такие эмоции испытывал каждый второй ребенок 90-х. И недавно разработчик этих устройств из Японии заявил о возобновлении производства тамагочи. Стоит такое удовольствие будет 30 долларов. Но эта новость вряд ли взбудоражит нашего человека, потому что нам их поставляет все тот же Китай и по сей день за 150 рублей за штуку. Проникались ностальгии. Роман-пастушок, Артем Иванов, Иван Тепляшин.